Совет Улема в Таджикистане разрешил праздновать Новый год. В 2016 году в Таджикистане арестованы 20 имамхатыбов мечетей. Что побуждает Рахмона напоминать народу о гражданской войне? Совет Улемов Исламского центра Таджикистана опубликовал фетву относительно празднования Нового года. В разделе «Вопросы и ответы» на сайте Совета Улемов один из посетителей задал вопрос. Можно ли купить для детей младшего возраста новогодний подарок к Новому году и не противоречит ли это законам шариата? На данный вопрос Совет Улемов ответил, что Ислам не запрещает дарить новогодние подарки детям, а отмечание Нового года – это традиция, а не поклонение. Тем самым, по мнению муфтията Таджикистана, получилось, что отмечание Нового года не противоречит канонам Ислама. Эксперты в области исламского права отмечают, что таджикские религиозные деятели уже давно находятся под влиянием режима, а потому искажают законы Ислама, каждый раз давая фетвы в угоду Рахмону. Ведь на самом деле, среди исламских ученых и мазхабов нет разногласий относительно запрещенности празднования праздников немусульман, в том числе и так называемого Нового года, то есть мусульмане ограничены двумя исламскими праздниками – Идальфитр и Идальадха. Независимые исламские ученые призывают народ Таджикистана отказаться от празднования чуждых мусульманам праздников, особенно отмечая тех из соотечественников, которые проживают в России. Таджикские власти в 2016 году привлекли к уголовной ответственности около 20 имамхатыбов мечетей по всей стране. Как сообщили представители власти, большинство из арестованных обвиняются в членстве исламского движения «Братья-мусульмане». Напомним, что волна арестов правительственных имамхатыбов началась в начале текущего года. Следствия по данным делам и судебные процессы проходили за закрытыми дверями, и каких-либо дополнительных подробностей о деятельности имамхатыбов не сообщалось. Адвокаты и правозащитники сообщают, что обвинение, предъявленное имамхатыбом касательно изменения конституционного строя страны, не нашло своего подтверждения ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного рассмотрения. Президент Таджикистана Эмамали Рахмон в своем ежегодном послании к парламенту вновь призвал жителей страны быть благодарными. Он отметил, что люди должны быть благодарны Богу, что у них есть процветающая Родина и независимое государство. Рахмон отметил, что все еще существуют некоторые недостатки, но они будут устранены. «Нашими общими усилиями все наши проблемы будут решены в ближайшем будущем, и Таджикистан превратится в процветающее и развивающееся государство», – подчеркнул президент. Он также заявил, что гражданская война в 90-е годы в Таджикистане началась из-за вмешательства иностранных государств. Рахмон отметил, что якобы в свое время некоторые страны втянули Таджикистан в нестабильность, которая закончилась бортоубийственной трагедией, в результате чего погибли тысячи людей. Напомним, что каждый раз, когда режим тирана чувствует накал ситуации, он напоминает народу Таджикистана о трагедиях гражданской войны, тем самым как бы успокаивая недовольство народа. А ведь именно вследствие гражданской войны при поддержке одной из этих стран, в данном случае России, Рахмон стал президентом и по сей день находится у власти не без участия своих хозяев. По мнению экспертов, в странах Центральной Азии ужесточение преследований за инакомыслие и ухудшение экономической ситуации могут привести к массовым народным волнениям, а рост исламских настроений в регионе, в общем и в особенности в Таджикистане, может сыграть решающую роль в направленности этих волнений. И это, вполне естественно, вызывает беспокойство тиранических режимов Центрально-Азиатских государств и их покровителей. Беспокоит, и я очень рад, что мы имеем...